Итак, может ли туризм стать в Архангельской области реально работающей отраслью экономики? Ведь формально предпосылки к этому сейчас созданы все. Египет и Турция под запретом, курс евро, наплыв мигрантов и теракты отбивают желание ехать в Европу. По данным Росстата, в отпуске за пределами России в прошлом году побывало на 20% меньше отдыхающих, чем в 2014. Остальные, видимо, предпочли провести отпуск в России. Вот за их-то внимание сейчас и будет бороться Архангельская область. Что мы можем предложить туристам из других городов? С чем в первую очередь ассоциируется наш регион у самих его жителей? Чтобы узнать это, мы отправились на улицы города. Скажите, чем может быть привлекателен наш край для туристов? Ну, во-первых, самое интересное место, куда, я думаю, в первую очередь приезжают все туристы у нас, это музей Малой Карелы. Потому что туда можно зайти с утра пораньше и выйти уже под самое закрытие. Там очень много всего интересного, всякие памятники деревянного зодчества. А так, мне кажется, ну вот даже Чумбарова, Лучинская, очень интересная улица. Мы вот сейчас гуляем, нам нравится. Ну, прежде всего, свои истории, уникальные истории. Наш край – это единственное место в России, которое было свободно от крепостного права. Помимо всего, у нас много памятников культуры, которые, конечно, нужно привести в порядок. А так у нас может быть очень хороший туристический центр здесь. Можно посидеть в Малой Карелы, пещеры, Соловки. И можно съездить в Каргополь, научиться там новому мастерству. Архангельская область, природа прекрасная. Заповедник Назерский, Соловки. Выставки интересные, там музей краеведческий, с которым сейчас ребенком ходил, интересно было посмотреть. Архангельская область – это вообще прелестные места. Я сам Архангельский, с Вельского района, правда. У нас хорошие леса, хорошая природа, хорошие реки, хорошая живность в реке. В общем, мест для гуляния очень много. Пусть приезжают и пусть радуются. Кинозерский национальный парк – одно из мест, с которым у горожан ассоциируется Архангельская область. А может ли он помочь региону начать, наконец, зарабатывать на туризме? Об этом поговорим с заместителем директора парка по развитию Александра Яковлевой. Александра, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Кинозерский парк – место удивительнейшее. Я тому свидетель, я там была и останавливалась как раз не в гостинице, а в доме у местной жительницы. И мест гостиницы просто не было. И, насколько я понимаю, парк, дирекция парка держит курс как раз только на развитие гостиничной инфраструктуры, но и вовлекать как можно большее количество жителей в этот туристический процесс. Совершенно верно. Кроме того, что мы занимаемся развитием собственной инфраструктуры, и сегодня у парка целый ряд гостиниц комфортабельных, гостевых домов, туристических стоянок, конечно, мы ставим акцент на вовлечении местных жителей. Это и развитие сельского туризма, и проведение мастер-классов, организация этнографических программ, обеспечение продуктами питания. Поэтому, конечно, экономический вектор работы парка в этом направлении – это работа совместно с местными жителями. Но и они активны, они положительно, позитивны на это все время? Безусловно, конечно. У нас два года назад проходил социальный соцопрос местного населения, и порядка 80% местных жителей очень положительно оценили развитие туризма на территории национального парка и относятся очень положительно к пребыванию туристов на территории кинозерия. Поэтому люди интересуются, они хотят в этом участвовать, они предлагают новые продукты, и мы им в помощь, чтобы организовывать туризм и как-то вовлекать их в эту деятельность. Ну, понятно, что парк готов по всем статьям принимать туристов, а вот турист, он едет? Сколько каждый год вы принимаете? Турист едет, и каждый год число посетителей увеличивается. В 2015 году мы приняли 15,5 тысяч посетителей, и на самом деле это для нас хорошая цифра. Надо понимать, что у нас есть проблемы, связанные с сезонностью, туризмом, это осенние и весенние месяцы, это связано, во-первых, с плохими дорогами, потому что такая проблема в Архангельской области есть, но мы стараемся выравнивать сезон, у нас огромный спрос на Новый год, на Рождество, только за новогодние праздники мы приняли порядка 500 туристов вот сейчас, поэтому люди едут, и надо отметить, что, например, летом спрос даже превышает наши возможности и предложения. Ну а вот тот туристический оборот, который есть у парка, он вас устраивает? Он достаточен для того, чтобы можно было сделать вывод, что да, парк существует благодаря туристам в какой-то мере? Безусловно, сейчас мы вышли на хорошие цифры, но, может быть, кому-то покажется, что эта цифра 15,5 тысяч, она невелика, кто-то, может быть, мыслит масштабами сотни тысяч туристов, но нужно понимать, что в среднем турист проводит в парке более трех дней, и вот все эти три дня он живет на территории парка или у местных жителей, или в гостиницах парка, он пользуется разными услугами, он питается в местных кафе-гостинах, ездит на экскурсии, на теплоходные, пешеходные, на весельных лодках, то есть это гораздо более устойчиво и с точки зрения экологии, и гораздо более выгодно с точки зрения экономики. Ну а кто едет? Вот портрет среднестатистического туриста, кому кинозерия сейчас интересна? Вы знаете, нам очень повезло, у нас с нашим туристом, с нашим посетителем, кинозерия находится относительно вдали от магистрали, и поэтому наш посетитель едет специально именно в национальный парк, это человек очень заинтересованный в культурно-познавательном, в событийном туризме, это человек, который хочет знакомиться с наследием русского севера, и вот что интересно, совсем недавно у нас изменилась динамика, если раньше в основном наш турист это была Москва и Санкт-Петербург, то сейчас более 70% посетителей парка это жители Архангельска и области, и мы рады этой тенденции. Но скажите, пожалуйста, Александр, приоткройте все-таки тайну, раз мы говорим о развитии туризма, вы сказали, что да, довольны вот этими 15 тысячами туристов, зарабатывает парк хорошо? Я не буду называть цифры, но надо сказать, что при том, что мы держим очень невысокие цены по сравнению с большинством с помощью туристических дестинаций Архангельской области, мы их не повышали уже на протяжении трех лет. Несмотря на кризис? Несмотря на кризис, да, потому что мы хотим, чтобы кинозерия была доступна для разных посетителей, не только для тех, кто может себе позволить какой-то эксклюзивный отдых. Мы довольны, но я повторюсь, у нас есть, так сказать, мертвые сезоны, и это связано с разными объективными и субъективными причинами, конечно, мы хотели бы их устранять и выравнивать эту сезонность. Тогда мы будем еще довольнее. Ну, все-таки кинозерия, заповедное место, да, такой оазис, вот можно там вдохнуть вот этот чистый воздух, исконность, да, русского севера почувствовать. Много туристов, наверное, тоже плохо? Или вот как здесь? Конечно, конечно. У нас есть предельная рекреационная емкость, вот, значит, она составляет, ну, на сегодняшнем, по сегодняшним оценкам, порядка 20 тысяч человек в год, но она условна, то есть она зависит от развития инфраструктуры, она может быть больше, вот. И, в общем-то, у нас еще есть, скажем так, пространство. Запас на 5 тысяч. Да, для увеличения этого турпотока. И, конечно, в первую очередь мы хотим сохранять наследие. Это очень важно найти баланс между его сохранением и использованием, потому что для нас туризм — это не только возможность зарабатывать деньги, для нас туризм — это возможность показать миру, показать туристам удивительный уголок русского севера, которым действительно гордится и вся Россия, и, пожалуй, мировое сообщество также. Александра, как Вы считаете, что сегодня в Архангельской области должно быть доделано, доремонтировано, да, отреставрировано, чтобы все-таки турист, в том числе и в киносерии, ехал стабильно, ехал массово, вот так сказать, целенаправленно? Ну, конечно, наверное, одна из главных бед вообще России — это дороги. И несмотря на то, что определенные улучшения здесь есть, и построена очень хорошая трасса Плесецк-Аргополь, сейчас ремонтируется дорога из Архангельска в Плесецк, но тем не менее, значит, по дороге в Кенозерье есть переправа через руку Онега, там понтонные переправы, и, конечно, необходимо строительство моста. И это связано не только с туристическим потоком, но в первую очередь там живут люди, там живут местные жители, которым этот мост жизненно необходим. И действительно бывают периоды, когда Кенозерье и окрестные территории вообще отрезаны от большой земли, и это опасная ситуация. Кроме того, конечно, необходимо развить инфраструктуру, это и связь, это и устойчивое электроснабжение, поэтому это основные моменты. Ну и, конечно, если мы говорим о развитии сельского туризма, а для Архангельской области это перспективное направление, об этом и губернатор немало говорит. Конечно, тут нужны комплексные программы поддержки, должно быть сотрудничество и бизнеса, и власти, и муниципальных образований. Поэтому тут нужно, конечно, комплексно подходить к этим вопросам. Ну вот эти проблемы, о которых вы сказали, это дороги, сотовая связь, электроснабжение, они актуальны, наверное, для всех отдаленных уголков Архангельской области. И мы, когда готовились к этой программе, мы собирали самые разные мнения о поморье туристическом. И вот что насчет развития туризма в регионе, думает депутат Архангельского областного собрания Александр Новиков. Давайте, Александр, ибо вместе послушаем. На мой взгляд, для того, чтобы туризм действительно развивался в Архангельской области, нужно соблюсти ряд очень важных, а ряд чисто элементарных условий. Важное условие – это, прежде всего, провести дно углубительной работы как к порту города Архангельска, так и по Северной Двине. Потому что в районе Котласа сегодня Северную Двину можно перейти, засучив штанишки. Поэтому, когда говорят, что придут большие круизные теплоходы, давайте сначала приведем порядок, акваторию нашего города. Следующий момент. У нас есть Кеназиатский парк. Хоть с Плесецкого района, хоть с Каргопольского района заезжай. У нас, я не буду говорить намеренно про Сладки, есть еще ряд великолепных мест, которые могли бы привлечь организованных туристов. Но давайте посмотрим на ту инфраструктуру, которая существует в настоящее время в Архангельской области. И если уповать на приезд зарубежных туристов, то мы должны знать, что на приличной трассе через каждые 15 километров должно быть элементарное место под названием туалет. С заправками у нас все нормально. Но не везде есть, где остановиться и выйти на несколько минут. Поэтому те дебаты, которые идут сегодня по одному из важнейших направлений, а я опять повторю, что это один из источников пополнения нашего, к сожалению, хилого бюджета области, нужны очень серьезные мероприятия и серьезный подход не по принципу ура-патриотизма, а взвешенный поэтапный подход с соблюдением всех необходимых требований. Александр Владимирович считает, что декларации о развитии везнового туризма не должны ограничиваться этими формальными лозунгами а-ля ура-патриотизму. Можете с ним согласиться, опровергнуть ваше мнение? Мы с ним совершенно согласны. Это действительно так. И нельзя сейчас уповать на то, что действительно, как вы сказали в начале передачи, теперь для среднестатического российского туриста закрыта Европа. Как раз наш турист потенциальный сейчас, это те люди, которые видели прекрасный сервис в европейских странах. И наша задача повышать качество туризма на всех уровнях. То есть нельзя туристу предложить уже от безысходности какую-то неуютную гостиницу среднестатическую, низкий сервис, плохое питание. Как раз наша задача в сфере развития туризма, это повышать качество и развивать туризм в соответствии с самыми современными требованиями. Когда на экраны страны вышел фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи. Почтальона» Алексея Трепицына, а я напомню нашим зрителям, что он снимался в кинозерье, лично я подумала, слава богу, слава богу, наконец-то у нас еще больше будет внимания и у российских туристов, и у европейцев. Вот это чудо, оно случилось? Вы его ожидали, прогнозировали? Как относитесь? Мы никакого чуда от этого фильма не ждали, хотя, безусловно, фильм очень интересный, это очень глубокий, очень авторский взгляд на территорию. Очень интересно сложилась судьба Алексея Трепицына в дальнейшем. Мы сейчас очень активно, он сотрудничает с парком, участвует в наших этнографических программах, с одним из наших фольклорных коллективов. То есть он стал неким брендом, и кинозерье в том числе? Безусловно, это замечательный человек, очень открытый, очень артистичный, что мы все видели. Но мы не ждали от этого фильма какого-то чуда или какого-то бума туристического. Безусловно, интерес к кинозерью повысился после выхода этого фильма, и мы это ощутили на себе, но каких-то таких кардинальных изменений для территории он не принес. Но и мы этого не ждали, еще раз повторюсь. Ну а на имидж, на ваш взгляд, больше положительно повлиял к кинозерского парка этот фильм? Я думаю, да, конечно, потому что там были потрясающие съемки, прекрасной кинозерской природы, мы видели там замечательных людей. Но это не документальный фильм, это художественный фильм. И я думаю, что, конечно, лишние упоминания, причем на таком широком экране о кинозерье, оно только на пользу. Ну и я хочу поздравить вас с 25-летием кинозерского парка в этом году. Ему исполняется четверть века. Так что всех вам благ, и вот эти пять тысяч, которые еще можете вы принять, примите, пожалуйста. Александра, спасибо вам за беседу.